Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемый Ариапак, дорогие ребята! Мы начинаем финальные состязания 10-й юбилейной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаева Черкесии». 2023 год объявлен президентом Российской Федерации годом педагога и наставника. И тема наших финальных состязаний «Жизнь и деятельность Константина Дмитриевича Ушинского, российского педагога, писателя и основоположника научной педагогики в Российской империи». Разрешите представить наш Ариапак. Председатель Ариапага, декан педагогического факультета Карачаева Черкесского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент Узденова Алина Алиевна. Ответственный секретарь Ариапага, старший методист Центра дополнительного образования детей Вайрамкулова Люаза Юсуфовна. Секретарь Ариапага, заместитель директора Центра дополнительного образования детей Зайцева Наталья Викторовна. А также сегодня у нас в гостях победители 9-й Республиканской Олимпиады школьников «Умники и умницы» Карачаева Черкесии, призеры Всероссийской Олимпиады «Умницы и умники» Дорохин Марк и Бабоев Мурат. В состязаниях первого агона принимают участие обучающиеся 10-х классов общеобразовательных организаций Карачаева Черкесской Республики, вышедшие в финал по итогам полуфинала. Байрамкулов Шамиль, село Первомайское. Иркенова Диана, село Привольное. Кочерова София, город Черкесск. Наш агон начинается прологом, который состоит из конкурса «Красноречие». За 15 минут до начала агона вы получили тему. Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья. Это слова Константина Дмитриевича Ушинского. Каждому из вас отводится 40 минут для того, чтобы высказаться по этой теме. Максимальная оценка – 5 баллов. Шамиль, вам слово Первому. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые жюри. Здравствуйте, ребята. Я полностью согласен со словами Константина Дмитриевича. Ведь человек без смысла жизни становится обывателем. Ему ничто не интересно. Его ничто не волнует в этой жизни. Подобный образ жизни абсолютно непритягателен для каждого человека, я считаю. Это так же жизненазвать сложно. Это ужасно. Надо жить, а не существовать. На этом все. Спасибо. Шамиль, 31 секунда. Диана, прошу вас. Здравствуйте, уважаемые ариапак и участники. Я полностью согласна с данным высказыванием Константина Дмитриевича Ушинского. Действительно, в зависимости от цели человека у него формируется характер и личность. Задача каждого из нас поставить перед собой цель, стать лучшей версией себя или постараться достичь ее любой ценой. Ведь никто не желает себе зла. Помните, что именно от выбора вашей цели зависит то, какими будут ваши счастья и достоинства. Спасибо за внимание. Спасибо. 25 секунд, Диана. София, прошу вас. Добрый день, уважаемые члены жюри, участники и телезрители. Константин Ушинский очень четко выразил свое мнение по поводу цели жизни человека. Согласитесь, прожить всю жизнь и вдруг осознать, что она состояла из бесцельно прожитых лет, очень страшно. Жизнь очень короткая штука, и в ней нужно найти свою цель. Цель – это то, что заставляет человека двигаться вперед, наполняет его духовно и делает живым. Спасибо за внимание. Спасибо, София. 29 секунд. Уважаемый председатель, прошу вас подвести итоги пролога. Итак, мы внимательно выслушали выступления наших агонистов, и каждый из них очень верно подчеркнул основную идею Константина Дмитриевича Ушинского, который говорил, что если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас. И мы хотели бы оценить красноречивость наших агонистов следующим образом. Байрам Кулов Шамиль Хусеевич – 4 балла. Эркенова Диана Рашидовна – 5 баллов. Кучерова София Николаевна – 4,5 балла. Спасибо большое. Спасибо, уважаемый председатель. Разрешите напомнить вам регламент финальных состязаний нашей Олимпиады. Состязания сегодня на финале проводятся на желтой дорожке. Все участники в равных условиях. На желтой дорожке можно ошибиться один раз. В случае второй ошибки агонист становится теоретиком. Агонист, набравший на дорожке три ордена, становится абсолютным победителем. Если агонисты набирают по два или три ордена на дорожке, то победителем из них становится тот участник, который набрал наибольшее количество орденов и медалей в течение всей нашей Олимпиады. Если на агоне победитель не выявился, победителя будем выявлять в конце всех трех финальных агонов по конкурсу «Шанс» согласно регламенту нашей Олимпиады. Условия понятны? Ну а теперь переходим непосредственно к состязаниям. Шамиль, выбирайте, пожалуйста, вопрос. Вопрос номер пять. Вопрос номер пять. Последней известной прижизненной публикации Константина Дмитриевича Ушинского была статья, в котором утверждалось, что главная причина медленного развития школьного образования заключается в стремлении привилегированных сословий использовать народную школу в своих узкокорыстных интересах. Скажите, пожалуйста, как называлась эта статья и в каком году она была опубликована? Затрудняюсь ответить. С ошибкой переходите, Шамиль, пожалуйста. Целых Александра, город Черкесск. Эта статья называлась «Общий взгляд на создание наших народных школ», и она была опубликована в 1870 году. Умница. Совершенно верный ответ, уважаемый председатель. Награждаем орден. Константин Ушинский говорил, кто хорошо знаком с историей России, тот ни на минуту не задумается вручить народное образование самому же народу. Диана, пожалуйста, выбирайте вопрос. Вопрос номер один. Вопрос номер один. Около пяти лет Ушинский вместе с семьей провел за границей. Поселившись ввиду расстроенного здоровья в Шейцарии, на родине Пистолоции, сперва близ Веве, а потом в Интерлакене, Ушинский принялся за изучение устройства местных народных школ, учительских семинарий в Мюнхенбухзее, Виттенгене, Цюрихе и женских учебных заведений, а также посетил школы Германии, Франции, Бельгии и Италии. Назовите, пожалуйста, годы заграничной жизни Ушинского в Швейцарии. В какие годы он там находился? Смею предположить, что это были 1868 и 1870 годы. К сожалению, нет, Диана. Ответ неверный. Вы проходите с ошибкой. Голов Алина, город Черкесск. Если я не ошибаюсь, то это 1862-1867 годы. Замечательно, умница. Орден участий, пожалуйста. София, прошу вас. Вопрос номер два. В университете Костя Ушинский обнаружил не только завидную способность быстро воспринимать и критически оценивать знания, но и умение передавать эти знания другим. Внимательно слушайтесь. С необыкновенной легкостью и быстротой вспоминал его товарищ по университету. Усваивал себе самые трудные философские и юридические теории, относясь к ним всегда критически. Нередко случалось, что после лекции, в которой нам преподавалась какая-либо слишком мудреная теория, слушатели, плохо поняв суть дела, обращались к Ушинскому с просьбой изложить им всю эту мудрость по-своему. И он всегда успевал растолковать им сущность лекции. Совершенно верно и удобо понятно. Скажите, пожалуйста, какому товарищу Ушинского принадлежат эти воспоминания? Как его звали? Чауи. Фамилия у него была. К сожалению, ответ неверный, София. Переходите с ошибкой. Его друга звали Юлий Семенович Рехневский. Шамиль. Номер 6. Вопрос номер 6. Первоначальное обучение отечественному языку разделяется на три совместно идущие занятия. Все эти три упражнения должны идти одновременно, сменяя одно другое в каждом уроке. О каких совместно идущих упражнениях говорил Ушинский? Думаю, он говорил про теорию и практику. Это ваш ответ? Да. К сожалению, у вас ответ неверный. Вы становитесь теоретиком. Дальнейших успехов вам. Первоначальное обучение отечественному языку разделяется на три совместно идущие занятия. Все эти три упражнения должны идти одновременно, сменяя одно другое в каждом уроке. Во время урока. На одном уроке. О каких совместно идущих упражнениях говорил Ушинский? Целых Александра город Черкесск. Осмелюсь предположить, что это говорение, слушание и чтение. Присаживайтесь, пожалуйста. Наглядное пособие. На каждом уроке у педагогов есть наглядное пособие. Вы это знаете. Приготовительные упражнения в письме. Звуковые упражнения, приготовляющие к чтению. Ушинский так и описывал это. Идем дальше, Диана. Вопрос номер три. Третий вопрос. В многочисленных и разнообразных по жанру работах, статьях, обзорах, рефератах, художественных очерках внимание Ушинского все чаще сосредотачивается на проблемах обучения, образования и воспитания. В 1853 году он писал, мы учимся тремя путями. О каких трех путях идет речь? Я думаю, что это были игры, теория и практика. К сожалению, у вас ответ неверный. Вы становитесь теоретиком, Диана. Пожалуйста, теоретики. Слушаю вас. Желающих нет. Я озвучу, с вашего позволения, уважаемый председатель, ответ. В 1853 году Константин Дмитриевич Ушинский писал, мы учимся тремя путями. Или путем опыта и собственного наблюдения, путем, ведущим к прочным, но скутным результатам, для которого жизнь человеческая слишком коротка. Это первый путь. Или нас учат другие. Этим путем мы приобретаем менее, чем обыкновенно полагают. Это второй путь. Или, наконец, он писал, мы учимся, подчиняясь бессознательно влиянию сильнейших, уже образовавшихся характеров. Это третий путь. Образование, передаваемое этим последним путем, ведет к изумительным результатам. Пожалуйста, София, выбирай вопрос. Вопрос номер 8. Одним из самых интересных и ярких по силе высказываний трудов Ушинского являются письма, состоящие из четырех писем. Письма, многоточие, состоящие из четырех писем. Биографы до сих пор не пришли к единому мнению об обстоятельствах написания этих четырех писем. При каких обстоятельствах Ушинский написал письма? По мнению одного из первых биографов, педагога Александра Федоровича Фролкова. И как называются эти письма полностью? При каких обстоятельствах и как называются эти письма? Я предполагаю, что он работал в Демидовском университете, написал эти письма. А как назывались письма? Они были у него в журнале, то есть он ввел журнал и написал эти письма в нем. Название? Название. 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 Обучение и воспитание? К сожалению, нет, София. Да, у него все было посвящено обучению, воспитанию, все было посвящено образованию. Но эти письма имеют... Библиотека чтения? Как? Библиотека чтения? Нет, к сожалению, нет, София. И это вторая ошибка ваша. Вы становитесь теоретиком. Ну и продолжайте работать. Теоретики, прошу вас. Проценка Мария, восьмая школа, предполагают, что эти были письма о воспитании императора Российского, Марии Александровне, в которых он рассказывал о том, как должен был воспитываться будущий правитель. Умница. Уважаемый председатель, оцениваем орденом ответ. Пожалуйста, пожалуйста, орден. Название. О воспитании наследника престола. Но все правильно по просьбе Марии Александровны и адресованный цесаревич. Все правильно. Все правильно. Спасибо. У нас еще три вопроса, ответив на которые, вы сможете заработать ордена и медали. Вопрос номер четыре. Выдающимся событием в истории отечественной педагогики явилась книга, которая имела такой успех, что в первый же год опубликования потребовалось еще два дополнительных ее тиража. По замыслу автора, книга предназначалась для чтения на уроках русского языка в младших классах Смольного института. Вместе с тем, Константин Дмитриевич Ушинский считал, что ею могут воспользоваться также родители в условиях семьи. Как называлась эта книга и в каком году она была опубликована? Кипкейф, Аминго, Чулкес, к смею предположить, что она называлась «Детский мир» и была опубликована в 1861 году. Замечательно. Совершенно верный ответ. По партию участников, пожалуйста. Все правильно. Вопрос номер семь. Бродя по площади, она случайно набрела на столбы, где висел колокол. Думая вытащить из трехи чпучок соломы, схватила зубами за веревку и стала дергать. Колокол зазвонил так сильно, что народ стал сбегаться на площадь. Из какого произведения Ушинского этот текст? Воронина Вероника, город Черкесск. Это из произведения «Слепая лошадь». Совершенно верно. Это сказка «Слепая лошадь». Совершенно верно. Уважаемый председатель Ордена, пожалуйста. А если кто-то мне скажет, какова главная мысль этого произведения, я от себя еще медаль добавлю кому-нибудь. Главная мысль произведения? Там лошадь спасла жизнь человеку. Этот человек пообещал ее кормить и заботиться о ней, но не сдержал своего слова. И тогда люди, когда лошадь пошла звонить в колокол, она не видела и наткнулась на него, люди поняли, что он не сдерживал своих обещаний. И, соответственно, смысл в том, чтобы не говорить попросту, а сдерживать свои обещания. Отлично. Замечательно. Уважаемый председатель, но ведь заслуживает она еще дополнительную медаль, да? Конечно, медаль. Спасибо. И девятый вопрос Агона. Нововведения ученого привлекали к нему молодых учителей-единомышленников. В 1860 году вокруг Константина Ушинского сложился педагогический кружок, состоящий из известных ученых-преподавателей. Математика Буссе, словесников Водовозова-Миллера, географов Лядова, Семенова и Павловского, физика Пугачевского, историков Мазалевского и Семевского и многих других. Скажите, пожалуйста, какое место и какой день недели выбрали члены кружка для своих встреч, для дружеских встреч? День недели был четверг, а место был трактир Великобритании. Трактир Великобритании? Да. Уважаемый председатель, мы можем медаль дать участнику? День назван верно. Да, да. Можно медаль. Пожалуйста, медаль участница, пожалуйста. И прошу дополнить место встречи. Целых Александров, город Черкесск. Место – это флигель в Александровском училище Смольного института. Смольного института. Где проживал Ушинский? Совершенно верно. Медаль участнику, уважаемый председатель. Пожалуйста, медаль. У нее есть медаль, меняем на орден тогда. На этом вопросы агона исчерпаны, и мы переходим в эпилог. В эпилоге у нас два вопроса, ответив на которые, вы сможете заработать медали. Послушайте, пожалуйста. Кто сможет назвать, как звали старшего сына Ушинского? Здесь, пожалуйста. Нагайлиев, Алла, Алла, Наул Кумыш, старшего сына Ушинского звали Павел. Павел. Можете рассказать о нем? Павел, это первый сын Ушинского, умер при охоте, и из-за этого Ушинский заболел, и вследствие чего умер. Спасибо. Ответ верный. Медаль, пожалуйста, участнику. И второй вопрос. В Гатчинском институте Ушинский обнаружил прекрасную библиотеку педагогической литературы, принадлежавшую одному из его предшественников, преподававшему там 20 лет назад. Скажите, пожалуйста, кому принадлежала эта библиотека? Нагайлиев, Аллан, Аул Кумыш, это была библиотека Гугеля. Это была библиотека Гугеля. Можете рассказать о нем? Кем он был? Гугель, это был прошлый, ну, в прошлом он тоже учил там и был инспектором классов. Инспектором классов. Спасибо. Медаль участнику, но у него есть медаль, меняем на орден, пожалуйста. Гугель был учеником Пестолодцы. Он также, как и Ушинский, пытался реформировать школьное преподавание. Благодаря его наследству Ушинский познакомился с трудами таких великих людей, как Пестолодцы, Руссо, Каменский. Позднее он вспоминал, что многим обязан двум шкафам с книгами, оставшимися от Гугеля. И на этом все вопросы Агона исчерпаны. Уважаемый председатель, прошу вас подвести итоги Агона и обратиться к нашим ребятам с пожеланиями. По итогам состязания на дорожках победитель, к сожалению, не выявлен. Они все стали теоретиками, и мы желаем им дальнейших успехов. Надеемся на то, что они покажут себя еще. И еще вы работаете в высшей школе. Мы вас знаем много лет. Эти ребята буквально через чуть-чуть станут студентами многих вузов. Вот какие-то такие вот напутствия, если у вас есть. Дорогие ребята, вы сейчас находитесь на очень важном этапе своего развития, своего жизненного пути. Я хотела бы пожелать вам, чтобы вы правильно выбрали цель. Иногда, конечно, не всегда получается ее сразу для себя определить, но выбирайте по сердцу, выбирайте по душе. Об этом говорил и Константин Дмитриевич Ушинский, об этом, наверное, и ваши родители вам говорят, которые надеются на то, чтобы вы были счастливы, были в этой жизни, нашли свое место. Удачи вам, успехов на вступительных испытаниях, на итоговой вашей аттестации. Всего доброго. Пусть у вас все получится. На этом, уважаемые телезрители, первый огонь финальных состязаний нашей Олимпиады объявляю завершенным. Редактор субтитров А.Семкин